Не буду уподобляться гениям Бера и начинать рассказ со слов. Это Нюрнберг, родина Гитлера и сумрачного гения, потому как еще 60 лет назад этой родины просто не существовало, так как благодарные войска коалиции с помощью моих любимых B-17 и B-29, а также ковровых бомбардировок не оставили здесь камня на камне. Да и приехали мы сюда с совершенно иной целью. По приглашению фирмы Аусфер, занимающейся инновационными технологиями в области металлургии, а точнее металлопроката. И вот первый Варнинг. Если вы, собираясь за границу и внимательно изучаете выпуски Евроньюз, то они, мягко говоря, лукавят. Ну, например, к слову плюс 15 и легкий дождь забывают приписку П-ЖО, потому как 16 с дождем это тоже П-ЖО, как и в Магнитогорске, при минус 9. Так что легкий пуховик, а не летняя куртка с бейсболкой, вам крайне рекомендованы. Это для самых продвинутых. А самым тупым оказался ваш ведущий. О результате налицо и на все другие части тела. И еще, как бы ни были велики ваши крайне средние познания в английском, наберитесь анестезирующей анаполической жидкости. Ибо в стране, мягко говоря, с нежностью, относящейся к оккупантам, пусть и вложившим немалые деньги в восстановление, относятся к англоговорящей части человечества с мягкой долей несимпатии, особенно в исконно русских областях. Редкий дубляж в метро. И где-то выставка. А, вот он, 12-й участок и гипертрофированный монстр, рядом с которым ВВЦ отдыхает. А не надо забывать еще и про парковки. Скромные-скромные. Почти что во весь Васильевский спуск. До театра эстрады. Могем, могем пройти с полной выкладкой. При температуре плюс 37 это тело. До плюс 40 будет позже. И вуаля. Через какой-то час нашли наших, да более знакомых магнитогорских инженеров. Принципиально не буду грузить Вас обилием синхронов, от которых моя правая рука готова была крошить всех и вся напропалую. Я и так несколько инженер, а мой фейс и так всем знаком. Так что фактор узнаваемости как раз налицо. Мне ближе неформальное общение с Вами где-нибудь в Кургаде, в Шарме или Турции. Да и самочувствие. Не склоняло к юмористическим консинуациям. Скажу сразу. Отечественная экспозиция с традиционной помпой в виде замминистра это то же самое, что и везде в нашей необъятной. Тащить великолепные стенды ММК с реверсивными станами горячей прокатки, оцинкования. Комбинат не стал. Это наверняка бы сказалось на себестоимости производства и соответственно снижению и без того скромной заработной платы. И здесь безусловно в лидерах оказался Аусфер. Вроде бы небольшой, но очень дорогой макет с вероятными проблемами с таможней. Но доступность и лучшее расположение в центре экспозиции плюс объяснимая и выгодная технология ноу-хау разумеется, патентованная. Вот что привлекло внимание. И еще раз внимание. Эта единственная фирма позволила себе привести не самую дешевую операторскую группу. Чтобы вам показать мировые инвестиции и оригинальные разработки. Согласитесь, не кисло. А теперь искреннее сожаление. Ну не в силах наших федеральных или местных властей организовать нечто подобное. А может просто не хотят. Конечно, наверняка проще загнать автосалон в легкотлетический манеж и не увидеть ни принцип вечного двигателя. Не верите, а существует. Незабытый всеми, но постоянно модернизируемый аппарат фолинь. Не крайне удобный, дешевый до простоты стедикам. У устройства для КБОшных операторов. Не деревообрабатывающий комбинат размером с хрущевскую кухню. А как вам распиловщик кирпича? Без слов о ядреной матери. Отдельно замолвиваемся об экспозиции стран-экспортеров нефти. Казалось бы, но зачем им развивать науку? Все и так, извиняюсь, есть и рядом. А нет, твори, выдумывай, пробуй. Бабло нужно. Так и его завались. Системы водной аэрации, увлажнение воздуха, плавание под водой, наконец. Не утомил и не буду далее. Кое-что и снимать-то было запрещено. Но чем порадовали русские эмигранты? Так это тотальным обсиранием друг друга перед единственной русской телевизионной бригадой. Вот она, настоящая радость души. А мы, магнитогорцы, ребята скромные. Вот Аусфер легко завоевал очередную золотую награду, чем доказал настоящее техническое превосходство перед различными чудиками. Успех выставки с моей точки зрения очевиден. Есть в мире люди, которым интересно творить, выдумывать и пробовать путем курьезных и не всегда удачных ошибок. А теперь, что касается автостопа. Скрытая мечтой оператора? Меня, конечно. Но крайне хотелось пригнать хоть что-то и слегка пополнить семейный бюджет. Но земля эта явно не дешевая. А в проезжающих автохаузах, кроме Ауди А4С и Мини Купер с различными фаршированными точилами, я, честно говоря, не видел. Турбированные фокусы? Их мало. И кому они здесь, в России, нужны? В центре города, на брусчатке, размером метр на метр покупать тачку? Это попадать здесь на ремонт. А кому это надо? Средний пробег за 200 тысяч. Списывать спидометр не в моих интересах. Так что, похоже, по весне в Штаты наша карма. Ошибкой ли была эта поездка? С учетом моего загубленного здоровья, не вопрос. С учетом увиденного, видел и не это. Но есть маленькое но. Если вам когда-нибудь захочется испытать что-то, что увидел Гитлер и Гиммлер, которых здесь явно ненавидят, ну, это вопрос пропаганды. А иначе зачем было полностью восстанавливать наглухо разрушенный город по чертежам? То вы увидите, так же, как и увидите во сне, по истечении нескольких дней температурной акклиматизации и акклиматизации после 35-градусных ликеров из кукурузы, непонятного зелья и оленеголовый Джаггерхаут с пивом, такие картины ада Данте, написанного Дюрером, что вы поймете, что легко отделались. Либо перейти в Рубикон, вам уже не страшно.